Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бальканту. Меня зовут Елена Корнелли Сососоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Луки и Бельмонека. И сейчас я поясняю в упражнениях, как я работаю с высокой позицией для выработки высокой позиции звука. Но я говорила вам, что само качество звука должно иметь одновременно три характеристики. Высокую позицию, близость и глубину. Это очень такой многомерный процесс, который я вам в двух словах сказать не могу, потому что это все-таки трехмерное пространство. Но есть такие упражнения, которые постепенно формируют правильный рабочий аппарат. Что делает гортань, что делает язык, челюсть, дыхание, дыхательные мышцы, не воздух. Дыхательные мышцы. Как резонанс этим, как рождается резонанс, куда он поступает и так далее. Самые простые упражнения. Допустим, я делаю, потому что нужно с чего-то начать. Я использую обязательно две согласные. Б-р. И тот человек, который это делает сюда, петь не может. Тот человек, который это делает. Мы рады, но петь может. Бри-бри-бри-бри. Потому что и в любом случае она более узкая, она легко идет в высокую позицию. Бри-бри-бри. Бри-бри-бри. И так далее. Бри-бри-бри. И тогда возникает вопрос, а как это делается на каждой высотности? Потому что полутонам, да? Это нужно знать все ингредиенты, а что меняется и так далее. Это одно упражнение. Потому что музыка построена по-разному. Иногда нужно одно использовать, одни мышечные комбинации. А в другом случае к тем же высотам берются совершенно другие мышечные комбинации. Во всяком случае, мне так кажется. И, допустим, второй момент, когда глубиной поддерживаются. Это из Семирамиды, да? Вот я не буду поддерживать глубиной. Что-то в этом роде. А я уже привыкла поддерживать. Я глубину, я мышцы на глубине поддерживаю. То есть я ими делаю высокую позицию. Я ее поддерживаю. Да, но к этому тоже надо прийти, чтобы это понятно было, как между собой все работает. И получается такой результат. То есть нужно результат не путать с причиной. И нужно создать причину, чтобы был правильный результат.